МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но зато животные теперь под защитой. Вовремя пришла помощь. Ребята утеплили нам вольеры для уличных собак. Температуры очень низкие. Как бы мы ни готовились, нам все равно не хватает мужских рук. Поэтому утеплили будки линолеумом, шторками утеплили, для того, чтобы собаки у нас не мерзли. Для нас это очень большая помощь и для собачек тоже. Сегодня нашли приют в фонде более 70 бездомных животных. И это не только собаки. Очень много кошек, которые прячутся на отдельных передержках. Сложнее всего зимой. Приходится четвероногим друзьям, которые живут под открытым небом. Будки, конечно, спасают. Но то тепло, которым поделились благотворители, наверняка согреет животных в лютый мороз. Группа компаний «Зельнорос» в лице Олега и Ларисы Подомарёвых взяли покровительство над фондом и составили письмо в администрацию округа, чтобы зоозащитникам выделили землю под капитальный приют, которого, к слову, в нашем городе до сих пор нет. На прошлой неделе началась большая глобальная работа по содействию и взаимодействию с фондом «Право на жизнь», такая, как обращение в администрацию нашего города о выделении земельного участка под капитальное строительство приюта, которое на сегодняшний день является не просто актуальной проблемой для данного фонда, но очень жизненно необходимой. Я надеюсь, на этом наше сотрудничество не заканчивается. Мы и в дальнейшем будем помогать продолжать этой организации «Право на жизнь» фонду и будем оказывать посильную помощь. Проблема брошенных на произвол судьбы животных существует в Ангарске не первый год. Руководитель фонда уверена, что благодаря людям, которые понимают всю серьёзность работы «Право на жизнь» и пользу от неё, десятки собак и кошек смогут пережить сибирскую зиму. А также проекты «Как поделись теплом», уверена Наталья Беспалова, прививают нашему городу культуру взаимопомощи.